И так мы возвращаемся в студию. Сегодня для вас матч прокомментирует Дмитрий Кремзуков и Алексей Терентьев. А сейчас? Всем добрый вечер. Сейчас гимны. Гимн России, гимн Хакасии. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну да, играет на грани всегда Русланы, поэтому здесь. Пока присматриваются, такое ощущение, не включают скорости. Они даже не... Нинсей? Нинсей проверяет, какой лед в Абакане. Да, но лед относительно неплохой. Для Абакана? Для Абакана, да, потому что вот у нас тут есть города, где даже искусственный лед, но в морозы лед крошится. Варламов. В Абакане, благодаря ледоварам, он в неплохом состоянии. Ну вот, пожалуйста. Хорошее оставление было, еще дальше и шанс. Запнулся Сергей Ломанов. Сумбур идет, что нам на руку. Я ничей скорости не включил, пока игра идет. Натамая, прострел. Это что-то было, не показалось. Ну да, не получилось. Десятая минута матча. Да, интересный момент. Ну, я думаю, есть кому смотреть за работой арбитров, поэтому будем наблюдать просто хоккей без комментариев. Мы судейскую работу больше никогда в жизни не будем комментировать не будем. А мы ее и не комментируем. Ну, были у нас, до нас люди, которые больше нет с нами. Да, опасно, опасно. Сейчас все разыграю. Ой, 10-й номер Кузьменко. Мы напоминаем, что спонсоры нашей команды это компания Альфател Плюс и компания Сервика, которая также является и спонсором Красноярского Несея. Да, опасно угловой. Несея по угловым вышел вперед? Да, 2-1. Может это случится на наших глазах? Не, не, лучше не надо. Не так быстро. Ломанов забил 2 гола в прошедшем туре, получается, Кемерово. Дальний заброс с этой точки. Но не ждал Говрячков. Артем Драничников. Уратарь сборной России. Очень надежный, мастеровитый вратарь, воспитанник Красноярского хоккея. Побывал он несколько сезонов в Москве, потом вернулся домой и вот уже несколько сезонов уверенно защищает цвета красноярских львов. Вообще можно отметить, что в лиге сейчас во всех командах очень хорошие вратари. И не просто вратари, а прям по два вратаря практически равноценные. Это о чем говорит, потому что школа вратарская работает у нас в России. А выбор можно и посмотреть на юношки снаряд, на юниорах, там еще подрастающее поколение тоже не совсем плохое. Поэтому даже вот иногда хочется отметить, что вратари практически, ну, в такой же время не пенок не пускают. То есть все таки справляются, очень много выручают. Ну, пенки допускают все равно, но как бы, да, уверенность я тоже отметил, что вратари стали более надежные. Многие тренера дают играть по очереди вратарям, как бы не сомневаясь. Также у нас происходит ротация, да. И Денин Владимирович придерживается этому стилю, вратарям дает поровну играть. И они его не спорят. Да, это в половине команд такая вот, там уже тенденция пошла. Видимо, может, модное веяние какие-то. Ну, надо давать вратарям, потому что если вратари равного класса, конечно, что им сидеть будет, почему, зачем. А так на свежечке вот эта ошибка была. Очень опасно. И смотрите, Сергей Ломанов прямо на вершине. Да, Енисей начинает мяч в ворота. Да, опасный удар Енисей. Нехорошая традиция Енисей очень часто. Когда 10 лет назад, помню, еще были в Суперлегии, тоже забивались из-за радиуса. По-внимательному, добротарям быть. Ну, там хорошо вылетел. Атаку. И сам пробил 71 номер. Коломейцев, Кирилл. 1-1. Против Енисея очень много команд играют в откат. Заезжают в радиус. 11-ая минута, да. Поэтому Енисей обладает этим моментом. Они бьют из-под игроков. Есть под кучей баллов, бьют издалека. У них опыт в этом большой. Там вот так, с ними надо быть очень внимательны. Я думаю, голы мы еще в этом матче увидим. Ну, опять же, не предвещало этот гол. Такой из 25 метров. Ну, нет, ну, 25 метров. Совершенно радость. Енисей пока не показывает, конечно, что он может. Ну, Алексей, так скажем, ради справедливости, Енисей это не самый лучший сезон в этом году. И как бы не все получается у команды. Неизвестно по какой причине. Почему? Ну, у них очень... У них постоянно строится команда. То есть, не постоянно, но они такое используют в этот момент. Там олаживают. Сыгрывание идет. Ну, они выдали в этом сезоне очень просто отличные игры. Поэтому... Ну, так же... Я с тобой не соглашусь. Так же, как и хорошие игры были, так и провальные. Несколько матчей там, да. Ну, мы смотрим лучше. Ну, да. Плохое забывается. Я болельщик, я провальный забыл. Я вспоминаю прекрасные игры, когда они играли с Соскохабаровском, с тем же... С Динамо Москвой. Толмачев. Ну, там и на игроке два было, на нашем нападочном два защитника. Все равно ему туда отдал. Естественно, мяч мы потеряли. В командном отборе собралась команда Енисеев. Скорее всего, они поняли, что здесь шутки шутить нельзя. Саяны. Способны. Способны на атаке. Не, Саяны как раненый зверь сейчас. От них можно все ожидать, потому что все потеряно. Но осталось только доказать, что даже раненые мы можем что-то сделать. Но и никто не собирается просто так сдаваться. Легкой прогулки, так скажем, для Енисея сегодня не будет. Касаткин опять у мяча был. Отворот. Никого не задело. Да, мяч прошел. Хотелось бы, чтобы угловой был. Вот и преимущество нашего поля. Лед. Кочечка подскочила. В Енисея что-то не получилось. Мяч у нас... Да, несколько матча у нас уже появился барабанщик свой. То есть еще сезон не дошел, но уже традиции появляются. Барабаны. Не знаю, помогают они хоккеистам нет, но мне слышно это. Сергей Ломанов. Да. Да. Да, конечно, красавец. Да, начали прижиматься близко, по-моему, наши к своим воротам. Поэтому здесь это может злую шутку сыграть в какой-то момент. Скатывать Коломейцев. Автор забитого мяча. Петров. Хорошо. Петручку обыграет. Молодцы. Ой, здорово. Лисюк. Хороший проход. Ой, какой пас. Лежа сыграл, показывает Петров. Успел защитник выбить. В прыжке раньше разрешалось, а сейчас также несмотряные судьи. Да, игра спокойно протекает. Не знаю, на что надеются Енисей, если сейчас Саяны прибавят. Или они их усыплят, или разбудят. Саяны забили. Разбуженная Саяна. Первый гол на третьей минуте. Я думаю, они должны... Это Енисей должен был проснуться. Пока ляло. Ну, всего 15 минут еще, в принципе, прошло. 15 минут, да. Пока непонятно. Ну, непонятно, линия выбранной команды Енисей. 30 секунд арбитры добавили за остановку. Коломейцев активен сегодня. Кирилл Коломейцев. Продольный пас. Исин, Дашков. Опять прошел такой пас. Центр прошел. Егор Дашков с передачи Кирилла Коломейцева на 16-й минуте. Ну, тут исполнительское мастерство, конечно, сыграло. Ошибка в центре поля, что он прошел. Да, защитник. Переднюю линию на повторе будет хорошо. Если кто любит, рассматривайте. Да, сейчас как раз повтор идет. Все было видно. И передача по центру поля рядом с защитниками. Надо было, конечно, защитникам тоже повнимательнее. Ждать надо всего от Енисея. Если Кировская родина, опять же, сравнить можно прошлую игру. Играла неплохо, стабильно. Но в основном надеялись на проходы. На индивидуальные проходы. То Енисей, команда мастеровитая, она играет. Она может из любой ситуации сделать комбинацию. Отдать любой пас. Очень сложный пас кто-то может принять. Поэтому такое ощущение, что получилось, что команда, опять же, может быть, набирается опыта. Я про это и говорил, что опыт в Суперлиге, в сезон, опять же, даже вот эти ошибки, они все равно потом отложатся в памяти. И игроки думают, что будут уже по-другому следующую сезону проводить. Опыт наберут и исключать эти ошибки. Кажем сезоном, хороший опыт и для наших игроков, и для Икрасноядца. Керехин Варламов упал, встал. Угловой Варламов. Небольшой навал Петров. Шнайбер оказался там. Шнайбер подчищает за нападающими. Артем Варламов. Воспитанник Абаканского в Киеве, много лет прошедший школу юношескую Енисеи, поигравший в Енисеи и в зарубежном клубе, и в Пероуральске. Достаточно опыт и в этом году вернулся домой. И вместе начинаем возрождать былую мощь. Роман Козулин. Хакасского клуба. Да, у него еще вся карьера впереди, но пока что здесь обосновался неплохой пас. Наступил на клюшку, видимо, хоккеист наш. Демин это был. Сбил конек Сергей Демин. Лисюк. Гол. Ну, отличный гол. Михаил Лисюк. Мастер спорта Михаил Лисюк. Не видел сия передачи, но сейчас мы разберемся. Передача пошла от левого защитника, от Ивана Касаткина, скорее всего. У них просто просматривался же эти 15-20 минут. Ну да, возможно, соглашусь, там где-то из глубины. Саяны, поэтому они вышли в два нападающих играть, больше правым краем сюда забегают, помогают. Слушайте, ну, Алексей, ну нормально так сюжет закручивается, да? Такой хоккей нам нравится. Ради этого хоккеем вы здесь. Все, смотри, скоростей может быть не так и высоко, но уже результативно. 2-2. Саяны, главное, не робеют. Михаил Лисюк. Не услышал. Кто за передачу отдал? Ахмедзянов. А что, он в Абакане уже? Он сделал рикошет, выбил мяч, получился. Касаткин, да, так-то Касаткин, да. Так-то Касаткин, да. По манере он как-то, как Медзянов, похож. Он надежный. Селеверсткин. Ну, всякое бывает у защитников. Кекс получился. Слэнт такой, кексанула. Вот как сейчас он. Шнайдер. Таля, побыстрее немножко надо. Да, простороннее. Немножко здесь. Не дают быстро начинять красноярцам, потому что конек всех красноярских команд это на скорости урываться, а здесь вот как бы не дают разбежаться наши игроки. Коньков от ворот. Роман Козулин опять начинает атаку. Центральный полузащитник. Старается комбинировать. У Красноярска Енисея очень красивая форма. Она в этом году юбилей у клуба. 90 лет. Стилизована под ретро. Очень такая необычная, как вот раньше были. Как Коха были у них в синем. Такие, ну, красивая форма. Прям такая. Видно, что дизайнеры работают в Красноярске. Делать браво, конечно, что у многих команд сейчас форма красивая стала появляться. Сейчас и у детских команд, и у Суперлиги, естественно. Очень хорошая форма была несколько лет в Новосибирске. Я помню, там тоже дизайнеры работали. Когда была... Вообще это поле для фантазии. Спортивная форма. Это сейчас можно посмотреть всякие международные соревнования, игровые виды спорта. По любым видам спорта. Все меняется. Да. Попала в шлем. Игра шлемом. Ахмедзианов. Очень мужественный игрок. Я вот его сколько видел. Он просто человек, который просто боец до мозга костей. Вот такая роль на поле. Поставляться под удары. Жесткие. Угловые, штрафные. Небольшого роста. Жесткие, быстрые. Коньков остановил нашего хоккеиста. Да. Параметры неплохие. Он воспитанник перауральского хоккея, насколько помню, Николай Коньков. Хотя 54-й у него номер. Может, он из Новосибирска? Прямой удар, створ был. Перауральский он все-таки. Шнурцов передал Мясцам Кузьменков. Не видно пока Ломанова на поле Сергея. Да, вы заменили? Ну, его заменили. Да, но он может быть дали отдохнуть. Вот он стоит готов к выходу. Как будто не было, хотелось бы еще побольше понаблюдать за его игрой. Последний раз здесь Сергей Ломанов был в 2012 году на турнире на кубок 10 лет назад. правительство, да, как он назывался, в России. Да, когда он там блистал, конечно, в 2013 году, да, мне режиссер программы подсказывает, в 2013 году просто очень мощная игра. Для него этот стадион знаком, для него этот стадион счастливый. Много хороших тут. Да, тогда вся наша сборная выглядела как раз. Но Мороз был посильнее, да? Да. Помнишь, тогда было там, наверное, 35 градусов в финале на финальном матче было. Баган так ждал этот турнир. Болельщики готовились. Могла быть заполняемость очень неплохая, но не повезло с погодой. Но мы живем в Сибири, мы ко всему готовы. Но еще не повезло с погодой тогда таким сборным, как Финляндия, Швеция. Они без запасной формы приехали? Которые вообще ничего не поняли. Они даже цивильную одежду на себя надели, чтобы они замерзли. Все, что у них было из-за этого, это пластырь, который они на себя весь истратили. Угловой. Угловой опасно. Да, все угловые опасно. Унисей, конечно, атака Сергея. Вышел уже на поле. Да, Сергей Ломанов. Занял свое привычное. Сто руки он. Место занимает. Сейчас сделает корректировки. С той стороны он поменьше бьет. Да, мне кажется, он с любой стороны может ударить. Я помню, как он на универсиаде этот мяч забил. Когда универсиаду сразу открыли. Понимаешь, когда со Светланой Хоркиной он там разыгрывал мяч? Он проленел. По всей России. Упустил. Мощный удар у человека. Ломанов. Соловьев на себя взял. Удар. Молодец. Кеновка. Шевцов Иван. Да, ну такие Саяны маленько подосмелели. Второй гол забили и уже не кажутся такими прижатыми к воротам. Все зависит от забитого мяча. Сразу команда начинает движение. Поменьше ошибок в центре поля. Попроще в обороне и повнимательнее команде Саяны бы пожелать. Тогда, может быть, пока что происходит на поле с такой игрой, я тебе скажу, у команды есть шанс. Есть шанс не дать забить двухтысячный гол. Да нет, забьет, но потом, когда в конце уже ничего решать не будет. Ну, вдруг он на домашнюю игру оставил-то этот праздник. А унисея еще играет. Хотя, если берет у головы, скорее всего, надеется не откладывать. Вот, не ошибаются красноярские хоккеисты. Безобидная ситуация, 23 номер. Ну что? Плешивцев, Павел, не поняли хоккеисты друг друга. Зря они встали в круг и договариваются. Могу сразу сказать, кто будет бить. Но мы поддержим секрет. Ну, они, да, они делают загадку для команды Енисей. Ну, у нас здесь ударники, вот сейчас вот только что Касаткин доказал. Сейчас Говрячков, Терехин, Терехин. Все забивали. У Касаткина удар пошел. Рядом просто. Он медленно подал, мне кажется, поэтому Касаткина стали использовать, что вот этой метелкой забиваются голы. Когда первая удача, то есть передача не точная, то приходится метлой бить и, в принципе, из-под защитников такие мячи залетают. Становились нарушением правил Сергея Романова. Наши выстраивают стенку. Шнайдер, Касаткин там. Проще. Касаткин пока сегодня сам у нас активный. Один забил, один передачу отдал. Хандамайер. Анязо Петров? Это Петров. Иванов, Иванов, Иванов. Николай Иванов, 41 номер. Что такое падает? Сейчас этот упал у нас Славьев, Денис. Барламов. Поймает. Уже не граждан. Уже не граждан. Но сейчас многие используют многие лезвия. Ты сам видел, да? Ну да. С длинными носками. Не запрещено ничего. А когда получается прохладная погода и лед хрупкий, можно сказать. Втыкается? Вполне возможно, что начинает игрок втыкаться. Поэтому и в хоккей с мячем это пришло для разной погоды у многих профессиональных игроков даже у нас в лиге есть по несколько пар лезвий. Лопатин, Ломанов. Сергей остановился сразу на крыльях. Да, стоять в этом накрыль. Козулин Роман ищет партнеров. Перевод на Левоград Хандамаев. Еще заброс на Говоричкова. Да. Может быть ситуация подсказывала Хандамаев двигаться вперед еще на партнеров. Пространство было. Вот опасные контратаки. Лопатин. Козулин такой выскочил. Обошлись без без удаления. Не с того места разыграли. На чужое половине желательно эти все моменты повнимательнее быть. Потому что игроки быстро разыгрывают с другого места и получается Инисей всегда этим славился чтобы быстро разыграть. судья судьи должны быть внимательны в этом плане. отлично отработали. Вот опасный заход в центр. Не пустили наши защиты. Если команда соперника развернула атаку значит все правильно было сделано. Был правильно выполнен загон. Демин Да немножко не смог обработать. Варламова свежести не хватает после травмы еще на прошлый или это отметил такое впечатление сложило свежести нету легкости кем проходы в начале сезона до середины делал. Я вот связываюсь с тем что у Варламова очень много сейчас игрового времени тоже сезон вывести он все матчи играет в основе почти все 90 минут поэтому тут сил момент Говричков да убил из-под игрока Говричков но это мы уже отмечали что команда на себе вывезла в этом году представляете 4 месяца как быстро пролетело 4 месяца если как немножко расшифровать хоккейную нагрузку быстро перед долгом перед угловым практически без выходных 4 месяца помимо игр это большой объем тренировок давайте посмотрим угловы Виталий Шнайдер отсюда у нас есть кому пробить Говричков хорошо выкатился хорошо выбегающий последний момент подставился Козулин здорово Шнайдер еще лучше пока момент фехтования прошел ну ну такой момент 10 10-минутный момент в игре отрезок можно сказать равный правильно удач удачный угловые у нас были ну я бы не сказал что Енисей чем-то много нового превосходит такого нет здесь играет команды Илья Лопатин снова вышел на поле может быть Лопатин 90 с одной стороны хотелось чтобы так и осталось и все все 90 но не все не та команда чтобы характеру не дай бог доиграть еще много времени они в любой момент могут взорваться может только они на это надеются что у них так всегда получается это делать но хотелось бы уже поострее что-то увидеть Хандамаев начинает вот так заброс на Гавричкова такая вязкая достаточно игра защитники тут же там останавливают таргон таргонский или лопатин это да что-то что-то мне со зрением стало подводить может очки надо поменять это дети здесь нет это 90 таргон сергей ломанов вновь у мяча наши выстраивают стенку довольно-таки опасно 17 метров до ворот ой застрял в стеночку это как принял на себя наш хоккеист Петров был Денис крайне в стенке стоял прям в него попалось тоже очень мощный хоккеист воспитанник новосибирского хоккея в этом году выступает за наш клуб Соловью хорошо справился с верховым мячом опасные пассы ну да заброс попытались сделать отапин Лисюк на самом острее да два нападающих наших постоянно впереди ну второй гол сработало же бей гол вот это да Петров или да Денис Петров 3-2 опять же напрашивалось продолжение в радио заход но он решил из подзащитника и очень точный удар самый нижний угол да сработала моя ставочка конечно я поставил что будет 3-2 счет в оконцовке но он стал на 24 минуте ровно половину сыграли и Саяна выходит вперед хорошо пробил Денис Петров неудивительно по такой игре если одна команда забивает значит забьет другая опасно Кузьменко Кузьменко с такими такими мячами такими клюшками 5 человек Таргонский удар все до нашего игрока побили молодцы слайдер подсед резкий ввод не с того места разыграли нарушение где было зато никто не мешал не ну правильно команда ждет что будет розыгрыш с той точки они из глубины поля уже скоростную атаку делают Егора Дашкова там неприветливо встретили ой 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 зачем эти понадежнее нужно сзади серверскин дальше такая жестковатая игра пошла пару моментов пропустили и сейчас такие жесткие такие начали стыки в правилах не запрещено играть жестко и запрещено играть грубо поэтому когда две команды играют жестко это настоящий хоккей а это мастерство игроков играть жестко но не грубо парадокс согласен гений парадокса вдруг разве не все любят проигрывать Сергей Ломанов там пытается вышел и он не пытается он отдал отличный пас Иванов Николай похвотил Лисюк Лисюк может прямую атаку сделать главное не торопиться наиграть Петров угловой не самый лучший вариант выбрал на вершинку надо сбрасывать или хотя бы прострел делать а тем не менее уже 36 минута хорошо встречает Шнайдер выручает Влад Атапин момент был у Сергея таких моментов он не прощает практически Атапин сыграл великолепно Шевцов и надо отметить что Дмитрий Дмитриевич Енисея очки терять нельзя Да они могут восьмерочку да у них проблема может быть с восьмеркой они же в зоне плей-офф да турнирную таблицу если посмотреть принимает наш хоккеист у них разенство очков с новосибирским Сепсельмашем да серверским подвело мастерство отскок ну нравится такой хоккей зрителям на месте был на месте здорово открылся на мастерство подвело Орлава вершины там никого нет четыре нападающих сильно близко к вратарю все надо вернуться успеть в оборону шовцов болячки должны завести говорить рано об этом будем только надеяться пока плохо спокойно да так вроде вышел спокойно Демин что-то там с экипировкой мне кажется Атапин Атапин выручает на угловый удар Демин вроде разобрался с момента вышел в центр очень все и вот эта ошибка в последнем моменте но все равно еще молодой Сергей Демин как бы видим мои эмоции перехлестывает хочет все быстро сделать может быть его и нападающий немножко персонал как бы в момент такая позиция была в центре все разряжено пошла бы контратака опасная Ломанов пробил в наш игрок прям там подсел пока что злой урок для Ломанова на него конкретно все удары принимает бережите все принимает здесь просторопник просторопник может быть могло бы и не быть не игры потому что Варламов задержался по линии судья очень четко стоял если бы мяч достался нападающему Венесея ну мы маленько согласие смотрим там нам высоковато здесь я делаю по линии делаю поправку на углы на ветер на углы где-то по геометрии у меня трояк как у всех хоккеистов нет по геометрии кстати нормально тогда все это верить тогда ты должен правильно определить штраф у нас свободный удар быстро быстро розыгрыш и угловой нет не игры там было не игры все Сергей завелся быстрее еще пас дает отапин соговорил какое-то чудо просто снял выход один в один он не первый раз там игры показывают Владислав раскрою маленький секрет это же династия у нас отапин Дмитрий отлично стоял Владислав стоят швейцар Алексей играл играют в воротах извиняюсь и по секрету скажу что у них младший сын тоже вратарь нет они не стали отдавать но у него перспективную отдали сначала в детстве он стал в воротах да мама сказала что третья вратаря в семье будет уже тяжеловато а мама не вратарь сама сколько мы не уговарили Дмитрия Борисовича а он играет нет вообще куда он отдал ну давайте не будем он занимается единоборствами тоже развивается все отлично просто ну по хоккейному хотя я думаю у него сработает у него было заложено и из него тоже бы вышел хороший вратарь это был бы тогда нонсенс такого наверное в мире бы нигде не было бы да может интересно ну хотя интересно да я с детства помню Влада он такой целеустремленно серьезный парень он еще при мне попал в команду в очень молодом возрасте вот это тоже дает свои плюсы когда многие игроков игроков берут на перспективу да то что у него есть на дальний момент какая-то перспектива и он в команде растет с Гавричков ну мне нравится как он разворачивается второй как не повезло Хандамаев может у него хороший убор может в радиус залезти но опять же что-то опасно Металя Шнайдер успел опередить знаешь сейчас тепло не успел опередить пошла бы какая-контуры в центре поля мог игрок убежать 41 минута заканчивается это Демин да такая мелкая перепрасывка Варламов неплохое неплохое Касаткин вот это долго замахивался мне кажется вот такой вариант развития но хотя напрашивалось там может быть дальше вход в зону через борт хороший сезон получился у Касаткина в принципе заметен во всех матчах первое что он грубил побольше сейчас он меньше стал грубить стал больше играть в хоккее и как бы стали интересно несколько вот таких голов он забил нужных игроков не то что не сомневались но надеялись перед этим сезоном поэтому можно еще раз слово парадокс да пожалуйста у нас нет цензуры говорим что хотим не просто Иван играет уже не первый сезон и играя в высшей лиге как можно было проявить себя что команда выдавала практически та же команда те же игроки играя прошлый сезон выдавали пусть меня не простят бездарные игры и этот мотивация не была ну про это говорили да ну вот вот а когда ты играешь в суперлиге гол пока выпустили чуть нить игры на угловой мяч выходит на угловой да но ничего легче было закончил свою мысль что вот суперлига что она из каждого игрока вытягивает ты не можешь выйти расслабленный на игру она вытягивает все твое мастерство и тут приятно посмотреть на эту команду вот эту команду помогал можно отметить создавать тоже Евгений Николаевич Баженов который смотрит сейчас этот матч он смотрит можно передать вам большой привет они неплохо сыграли и удачи в первом матче да да и во втором неплохо играли то есть ждем чудо в новосибирске и те же игры и те же игроки проявили себя неплохо смотрим да еще пока молчим да нарушение Касаткин там подставился прямо ему по руке ударили вот больно пока игра проходит без ударений надо отметить судья не видят судья не видят там вторую храму получил Иван Касаткин подходит помощник помощник судей должен был подсказать да на 30 секунд на 30 секунд на 30 секунд кажется что клюшкой задели полицию нет он не по лицу по плечу он там подъехал а игрок не видел там неумышленно но неужели он засунул клюшку ему то есть и получил от этой клюшки сейчас главное не пропустить чтобы не уйти с было 30 секунд добавлено ну да уже последнюю минуту объявил пользуемся забросами отворот Варламов проконтролировал будет вынос вперед главное зацепиться далеко убежал Гавычков Варламов показывает мастерство большого тенниса игроки хотя этот элемент присутствует в хоккее с мячом игра верхом помнишь раньше в лапту всегда часто играли на просезонных сборах а что русская лапта русский хоккей и сейчас корни не знаю как в команде мастеров в детских командах в школах в детских спортивных все играют лапту так у нас когда льда нет мы занимаемся все мы в шахматы играем и все должны дети уметь играть пока 3-2 3-2 я угадал результат первого тайма пойду поставлю пока закрадывается не будем скрестим пальчик так мы с вами прощаемся через 25 минут вас ждем у экранов 3-2 впереди команда Саяна для многих это неожиданность но это реалии этого матча команда заслужила отправляемся на перерыв отдыхаем и с новыми силами болеем за наш любимый клуб за русский хоккей поймите поймите неохота сюжет итак мы возвращаемся на матч приглашаем болельщиков нас ждет увлекательный второй тайм пока интрига закручена до предела 3-2 Абаканские Саяна выигрывает у своего принципиального соседа команды Енисей команды с многолетними великими традициями великий клуб противостания команды Саяна Енисей в 86-88 в 90-х годах по 2009 в 2013 всего забито 153 Абаканские команда забила 296 забил Енисей в Саянах самые лучшие бомбардиры за всю историю были Игорь Савенков 16 мячей Андрей Калинин 15 Кунсман 9 Ильчининов Галеев Карапоткин Карапоткин по 8 у Енисея Ломанов Сергей забил 54 мяча Максимов Иван 37 Савин Бондаренко по 20 и Виталия Туфриенко 17 мячей И вот начался второй тайм 3-2 да неожиданно немного но как бы мы верим в свою команду поэтому будем болеть до конца чего и желаем красноярским болельщикам болеть за свой любимый клуб мяч отворот Несей после второго тайма вышел раньше видимо получил установку мотивированный наша команда тоже достаточно дружно вышла постояли в кружочке поговорили видимо нас ждет увлекательный второй тайм я думаю тренера тренера сояны подсказали что надо делать да и тем подсказали Касаткин принимает опять удар Несей вышел поагрессивнее сразу пошел на кровать защитников никого выбросить нападающий выше сразу заметно что выше остались ну а сояны сразу перешли на варьковые под клюшечку просунул Шевцова и с нарушением отобрали мяч нарушение можно сделать прострел неплохой сейчас посмотрим какими силами наши будут атаковать прострел это неплохое оружие для взятия ворот Гавричков Варламов по линии практически прошел но дальше не смог опять соловьев постраховал неплохо сейчас режиссер трансляции подскажет что две с половиной тысячи в ютубе нас смотрит это неплохая аудитория и ну на трибунах я не знаю сколько было официального протокола где-то около тысячи может быть есть я не знаю по картинке видно нет на ней надо поменьше все-таки погода холодно что тысяча Ахмедзянов Лопатин в отличие от начала игры вторым тайм уже можно сказать что нас ждет интересный второй тайм у нас и первый был интересный а по счету так вообще интрига Сергей Ломанов зарабатывает угловой для своей команды удастся угловые удары в исполнении сени и инси опасное оружие на себя взяли Соловьев опять накрыл удар в спину молодец боец Влад Атапин двое лежат у нас Атапин и Соловьев да там очень там Сергей Ломанов пробивал нет но все равно сильно Таргонский там больше половины команды может пробить очень прилично я уже про это про экипировку про клюшки современные которые может быть не уходят в поле может кто-то из болельщиков представляет что это крышки герианы все такое все очень просто которые держат сейчас такую клюшку вес мяча кто не знает 60-65 грамм и сейчас на морозе представляет как разрушается из новых материалов камень что мяч летит с очень большой скоростью ну даже клюшки еще такие что того лета Козулин заброс отличный получает Селиверскин гол Олег Селиверскин использовал прекрасный момент от Роман Козулин по-моему да отдал мяч да друзья отличный гол Олега Селиверскина он бежал с мячом но у меня пронеслось такой были пару моментов у него в чемпионате и мы тогда комментировали с Анзором что он не забивал такие моменты тоже была активность но сейчас Олег Селиверскин выводит ставит более уверенную четверочку да непростой выход был даже один в один был с угла все равно вратарь закрывал какую-то часть ворот потому что Олег очень удачно грамотно можно сказать в дальний угол угол попал забил гол но можно отметить опять же это просмотрение Олег играет практически как правого нападающего он сейчас оказался на своем месте как Касаткин сыграл какую паузу сделал острая атака по центру натягивает на себя игроков и пробивает гол да ладно какой вне игры то ой-ой-ой в динамике такой был моментище в повторе может пока быстро мяч от вратаря отскакивает роман роман поперёк движение сделал может быть нападающий заехал был офсайд да смотрят был все-таки офсайд там уже стоял игрок ой ну извиняюсь конечно за эмоциональный повышенный фон не обратил внимание касаткин паузу сделал при начале вот этой атаки это что у нас такое песок да тут бы гол был очень нужен но не ломочков зацепиться надо хотя бы угловой нарушение заработал уже неплохо руслан говлечков пока не отметился в этом матче голевыми действиями но он тем не менее он активен ну как хитро касаткин решил поворотом ударить неожиданно никто не ожидал но артем дронисников там был на чеку фактор неожиданности можно использовать перехват отлично подыгрыш подбор второй темп да в открытую игру ввязались лопатин в боковую сетку попал Илья лопатин сколько раз он поражал ворота на этом стадионе в различных соревнованиях воспитанник Игоря Лопухина Александра Косицкого если кто смотрит трансляцию возле наших ворот появилось какой-то фанатский фаер кто-то зажег не может быть нет это просто печное отопление дым к сожалению да печное отопление здесь частный сектор со стадионом прямо и пока вот это бывает что вот где можно ставить эксперимент на бездымный уголь то есть операция чистое небо да ну да чистый уголь бы не помешал в каком-то районе же бы давали Влад Атапин выручает нашу команду и быстрая атака Хандамаев перемудрил перемудрил да мог вправо отдать Сильевский хорошо шел наиграет до разрыва бортов ну толчок был здесь судья останавливает подтолкнули нашего хоккеиста жесткий жесткий Косаткин но поменял не разобрался да а все-таки у Красноярска мяч остался ну Несей пока в растерянности можно так сказать что-то конечно пытаются делать ну да здесь игра до гола будет идти что здесь здесь если упрутся абаканские хоккеисты лопатин ну насыщенная оборона а по-другому никак да просто моментально возвращаться в оборону после любой контратаки когда не хватает мастерства нужно просто биться если не умеешь играть сам мешай играть соперника это в непреложный это непреложный закон хоккей ну игра не грубая в настоящий момент просто удаление 0 не знаю не было удаления просто играют в хоккей дают другим на говрячкова на говрячкова не играет там орбита подняла руку да сразу бы свистнул не было вопросов но здесь сейчас разгоняется сергей ломанов сергей ломанов да настрее 5 говрячков серверским так и играет на своем месте право у него пошел перехват перехват опасно сейчас нас уже смотрит три с половиной тысячи не успел сделать в эфире абакан 24 на ютубе 3557 зрителей интерес да что упорная борьба идет и люди начали переключаться с каких-то матчев в Кемерово играет может быть смотрит по счету где поинтереснее красавец без отскока Владислав Атапин когда выручает вратарь это очень много для команды и дополнительный стимул две минуты последние пошли открытый хоккей на себя речков удар очень сильный получился но не точно думаю если был бы створ ворот даже страшно загадывать что было даже 5-2 не будем пока говорить у нас магические цифры есть рано или поздно любая статистика ломается нет поэтому думаю что она сломается здесь параллельно с нашим матчем в Кузбасс в Кемерово принимает Сепсельмаш из Новосибирска 54-53 минута идет 8-2 в пользу хозяев поля хоккеистов Кузбасса и один матч уже завершился в Первоуральский Уральский СК Уральский Трубник принимал Волгу и Жульяновской там боевая ничья 4-4 у нас идет 12-ая минута 4-2 впереди Абаканский Саянов не дали подыграть Листюк можно выйти можно отдал игроку который с ним был заседник пошли по центру контратаки исполнения обоих команд опасные Саяны когда успевают возвращаться всей командой поспокойнее как-то Да ты отметил что 3,5 тысячи уже смотрят Да 3,557 было зрители Мне послали со многих уголков страны хоккеисты бывшие которые играли болельщики за наш клуб да и смотрят мы пользуемся можем передать привет тоже Биробиджан смотрит Хабаровск Красноярск Новосибирск опасный момент У нас Биробиджан кто играл в команде разные годы Михаил Бральгин Евгений Жаданов Михаил Бральгин отдельный привет намного отыграл да но видишь болеют люди играли когда-то давно пишут желают удачи команде поэтому и команда игроки должны знать что не только на трибунах и не только люди которые уехали сменили место жительства остаются предами болельщики это здорово русский хоккей объединил вас продолжим смотреть пока в центре поля опять завязались немножко взорвались на пять минут сейчас успокоилось такое ощущение Сергей Ломанов неутомимый Сергей Ломанов запнулся мне показалось что запнулся игрок опасно опять выпускает Соловьева но он восстановился после после удара полученного Сергей больше сейчас играет на раздает пасы все домашние заготовки здорово Толмачев перехватил мяч пасы опять ошиблись не смогли надо раньше Сергей Ломанов не получается у лидера атак Красноярской не сея сегодня ничего вязнет весь его порыв в защитных рядах команда Саяны на модном слене автобус поставил забор Евгений Ратни сказал что невозможно поставить хоккей с мячом ну надо к этому стремиться маленький автобус газельку поставили можно забор забор наколотить забор Терентьева и команда любая может столкнуться с трудностями вскрытие да нет так бывает в одной команде что-то получается во второй ровно наоборот но мы уже все видели в матче с Кировской Родиной когда была полностью инициатива и за полторы минуты все перевернулось и на пятый конечно забить бы нам надо но как это сделать 4 пока мы сейчас стоим на магической цифре для абаканских клуба в этом сезоне на четверочке мне кажется там у нас невидимка играет какой-то направо-вправо в защите который сейчас подножку поставит такие были шутки если игрок на ровном месте падает значит тебе невидимка поставил подножку ну знают кого Сергей Ломанов ну качество льда может конечно иницией привык на идеальном льду играть но мастера на то и не мастера они должны они должны понимать что у них одинаковых условиях с командой соперникой играют и никакие там что вот мы вышли там поле для нас не то лед не то доказывать свой класс надо тем более так же все и плохо свою состоятельность доказывать 20 минут сыграла во втором тайме сейчас мы уже подходим к экватору потихонечку счет на табло 4-2 надо передней линии команды Саяны пока хватит сил поагрессивнее играть в отборе чтобы облегчить облегчить защитникам хандамая да 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 вот это самое опасное место влево Лисюк вход угловой удар я не знаю он что-то попытался можно было ударить попытаться или мало у защитника клюшка рядом лежала опасно было он через клюшку хотел он хотел как учили пас отдать кому он хотел отдать пас мог бы по грамотне остаться поглубже и пас бы прошел и был бы вообще выход но он не дошел прервали защитники минус 28 градусов в настоящее время в Абакане искусство открывания это то же самое мастерство хандамаев на подаче первый убил Терехин заброс Касаткин хандамаев сразу туда сразу да без промедления побоялся что высоко примет Говоричков в этих опасных зонах могут отобрать мяч и пойти в контратаку поэтому в последний момент успел мяч забросить в зону соперника Лопатин показывает мастерство он стоял на ногах Шевцов Иван ну да отсюда не опасно бить в принципе дают Абаканский биль с метров с 25 с 20 и здесь еще нужно попасть в ворота а там еще и обыграть Атапина который сегодня неплохой матч выдает поэтому мы не обсуждаем пока действия вратарей до конца игры поэтому смотрим Касаткин перевод на Шнайдера там Варламов диагональ Коньков попытался неудачно выбивать Коньков и оказался и мяч от хоккеиста Саян нет судя изменил решение ну подсказали ему в наушник видимо может инспектор там рядом стоит где-то подсказал может сам разобрался по реакции игроков какой опасный момент опасный момент Ахмедзяну неудобный мяч летел практически на грани фола играл клюшкой там Петров как-то неуклюже выбивал мяч не надо давать разгоняться хоккеистом в белой форме скорость да конечно две обидные травмы у Ломанова у Лопатина в начале сезона как бы сезон скомкан я думаю что не набрали еще форму до конца хоккеисты мяч остается у хоккеистов 20 минут прошло на 20 минут уже больше прошло 4-2 на табло 20 я думаю половину уже сыграли 20 минут сейчас да согласен как медленно бежит время для Абакана и как быстро уходит для Красноярда на Кокассии практически не сказал бы что очень мягкая игра и игра доказывает что играют и жестко но без удаления ну да удаления еще не было подкатывается поставляется поставляет корпус без нанесения травмы да не так остается мяч у наших хоккеистов но для Абакана энергозатратный очень мяч где-то просматриваются что Ниссин когда получается момент такой обострять что индивидуальные у них немного игроков могут сделать могут сделать неплохой проход индивидуальный класс чувствуется но это очень редко почему-то сейчас кажется но опять же отдать должное нашей команде опять просматривается желание у команды страсть какая-то Усаян ответственность ничего с Родиной не хватало на Варламова пас успеет нет это Петров да но мастерство к сожалению мягко сказать хромает сейчас если дать точный пас был бы очень опасный момент а мы кстати бутенко почему-то не отметили вынесение какого бутенко нет бутенко в Иркутске нет про какого-то бутенко бутенко Алексей не в этом клубе есть Динава бутенко и есть в Байкале не мудро что Лисюк выбил мяч подальше я немножко ошибся извиняюсь Касаткин с борта за борт выкинул мяч и сейчас Ирвёсткин поменял Керёхина попытается темп поддержать чтобы повыше темп надо игроков менять почаще накрывать коньков гол да Илья Лопатин забивает третий мяч своей команды там не разбериха у ворот была то отбивали отбивали но не разобрались правильно Атапин там подсказывает оставили опять одного игрока он спокойно пробил и Лопатин рисковал мяч так называется был как скакал для такого мастера я думаю сложности не возникла полетному мячу попал 4-3 давно угловых не делали абаканских хоккеисты вот опять пошла контратака вот так пожалуйста нарушение и за минуту все меняется может поменяться что исторический момент сейчас Сергей Ломанов пойдет пробивать попробуют забить двухтысячный мяч за свою карьеру напоминаем что перед сегодняшним матчем Сергей Ломанов забил 1999 мячей мяч передательский мяч предательский 4-4 магическая цифра мы остановились и двухтысячный гол за свою историю забил тайм-аут Сергей Сергеевич Ломанов поздравляем Сергея с этим результатом не знаю кто больше его забил в нашей лиге мячей но Сергей Ломанов это сделал некоторые команды не забили 10-кратный чемпион мира все вместе многократный чемпион России Сергей Ломанов делает счет 4-4 ну пока тайм-аут какие предположения то есть что сейчас может сказать главный тренер команды Саяны да какие не надо прижиматься сейчас ну остановились сами стали допускать ошибки хоккей игра интересная и физически и психологически представляешь состояние команды Саяны когда на табло 4-2 в их пользу а играть еще 30 минут они ничего понять не могут что происходит и шанс еще и пятый забить а играть смотрит и очень много еще пока 4-4 но играть тех же 30 минут пока пока про это подумали такое ощущение две как не развязать этот мешок одна ошибка одна расслабленность одна нелепая случайность и еще зрители аплодируют объявление по стадиону что Сергей Ломанов забил свой двухтысячный мяч будет считать что игра началась сначала так всегда говорим феноменальный результат конечно полторы минуты главный судья матча добавляет на тайм-аут абаканских хоккеистов ну здесь дал судья доиграть момент там было нарушение но мяч оставался у наших хоккеистов значит енисея пойдет в атаку сейчас они почувствовали что могут забивать акация в общем то они это знали всегда и с таким голеадором то грех не забивать и опять связочка сработала лоло ломанов лопатин лопатин третий гол забил ломанов четвертый 4 4 класс команды конечно не все то что может взорваться в любую минуту при любом счете команда обладает и игроками минутное расслабление и уже другой счет опять же может сыграть самоуспокоение команды Енисей что вот мы догнали мы сравняли хотелось бы чтоб сейчас Саяны забили гол провели контратаку гейн лодичный всех успокоил что да нет я не думаю что он успокоил надо я наоборот чтобы лучше это качество главное чтобы не летели куда попало грамотнее играли на своих местах на позиции моменты будут торгонские перехватили инициативу отворот а у нас есть небольшое объявление новый виток истории города Абакана и новый уровень качества жизни с 15 по 17 марта в дни голосования каждый абаканец сможет определить судьбу своего города отдать голос за статус столицы общественное обсуждение пройдет возле избирательных участков судьба Абакана в твоих руках важен голос каждого приходите и поддержите инициативу города чтобы признать город Абакан столицей Хакасии этого никогда не было но это очень нужно для нашего города на нарушение нарушили хоккеисты наши недалеко от радиуса без удаления опять же Соловьев хорошо корпус подставил заброс длинный заброс и лисюк быстрый лисюк ой миша еще не работал зачем там еще можно было побежать высоковато выше плеча сыграл а это в хоккей с мячом не разрешается стало инисея получаться наоборот сейчас счет сравняли стало какие-то моменты получаться у красноярского инисея у наших наоборот начинает игра разложатся достал забрасывать толчок спины был на 13 номер это петров егор не по правилам обошелся с нашим нападающим сервер скином потихонечку подбираемся к чужим воротам ну да можно что-то придумать через нарушение борьбу опять можно навязать обыкновенно сбросом вот Кирюхин гол гол психологический барьер пройден Михаил Лисюк только чтобы не свистнул в суде ничего все отлично когда мы заливали в матче более пяти мячей мы никогда в этом сезоне не проиграли посмотрим сработает ли это правило сейчас мы не проиграли когда больше пяти мячей 6-6 сыграли с Байкалом ну просто я искал надо искать счастье да буквально мы это только проговорили перед этим был момент оббил бил откровенно так спорно все было ну и все повезло попало во вратаря из продавателя выкатился мяч и находясь спиной к воротам кто забил гол сейчас скажем Михаил Лисюк Лисюк забил с тех растороп не оказался рано поверил Енисей да и мы тоже не удержал не удержал мяч да туман сгущается над воротами Енисея впрочем как и над нашими 5-4 поменялась роза ветров 76 минута пошла матча 4200 зрителей на ютубе всем привет большой смотрите трансляции организованная компания Бакан 24 мы напоминаем что спонсоры нашей команды команды Саяна это Альфател плюс и компания сервика а мы продолжаем можно ничего не изобретать просто навес в зону в зону Енисея верховые легкий заброс делать и навязывать борьбу Иван Касаткин у мяча как опасно пробил там вратарь выручил Драничников там вратаря спокойно он был уже обречен если мимо него прошел мяч чистый гол все все вернулось да нужен гол сейчас нам нужен гол но играть еще очень много 15 минут не получился удар подача была сильная чуть-чуть вперед не надо давать пространство для разбега красноядцам раньше надо встречать Ломанов Сергей все делает продольные передачи опасные но уже наши защитники начали справляться с ними мяч по линии там проскакал не вышел в центре наше поле навязали игру Ломанов как сыграл конечно в двух моментах Владислав отапило наши защитники выручил просто выручил Иванов споткнулся два человека спотыкаются в этом матче по два раза Ломанов споткнулся и Иванов ничья по спотыканиям сегодня видимо длинное лезвие самое длинное лезвие два конькобежных лезвия поставили для большей скорости дважды по дважды споткнулись хорошую диагональ главное ни игры не залазить да там надо напрягать ух ты хлюпом как козулин там аут оставляет мяч Сергей Бескончин хоккеистом Енисея Сергей Ломанов делает передачу это мяч у него на нашим игрокам внимательно на Дашкова быть внимателен неудачно неудачно подыграл сразу же с виража енисе взрывается Барбаков Дмитрий неточно отдал своему партнеру и тут наши хоккеисты перехватили мяч да ну и все слышите да вперед Саяны призывы наших болельщиков сегодня свой 200 матч проводит кирилл попеляев ломанов ошибся центре поле 24 номер краснодарская не сеет 200 200 матчей за инисей да инисей не устраивает этот результат естественно показали угловой не сей будет пробивать угловой главное выставить разобраться не дать розыгрыш и не просмотреть не все может что-то придумать являются судьи главный судья пронин отменил угловой ставил мяч от ворот поправил что высоко поднята крючка до сыграли нет отворот не очень жест показал что вы высоко там сыграла что пюшка посоветовали отменили гол просто жестом показал что гол буду угловой угловой будет отменен подбор мяча сейчас тоже одно из самых основных чтобы под подобрать мяч и нет хандамаев на петрова не успевает мяч вышел за лицевую линию убил что саяны заставляют выглядеть ну надо унисти растерянными не на разрушает ассида папа легче чем созидать что-то еще по скоростнее как же сюда там придет на всех парах коньков перехватил тут петров туда по искать счастье возле ворот соперника саян доказали в этом сезоне что они вполне способны на контратаке поймать именно на контратаке что сейчас они все идет вперед большими силами грамотно выйти из своей зоны вывести мяч и быструю контратаку провести соловьев надежным забор выбросил мяч еще несколько секунд выиграл на отбой еще на рановато играть потому что еще 10 минут более 10 минут минут 6 осталось 7 нет 7 минут а еще добавлено полторы играть много я думаю еще и не сильно разбрать 8 основного ну да 10 минут еще правильно по ощущениям 10 минут еще работают работают ребята в обороне видно видно что саяны отбор идет ногами не просто тянутся клюшками зацепись достали за бортом толмачева там по лещу лисю когда лисюк да михаил лисюк он тут слева тут право дали суп это правильно на сегодня у руслана гавричкова нет моментов не получается ему зацепиться за мяч к сожалению они очень много отрабатывают в обороне с из 7 по-другому никак поэтому если нападающий много тратить сил в оборону то спрашивать с него такое же движение вот он был перед ломаном тоже вот гавричков заставил его живо вперед и сохранил мяч есть 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 по удачным просто таких моментов команде должна быть 1 лучше 2 светлой головы а лучше 3 до холомейцев автор первого мяча заключительные самые интересные минуты вот такой жесткий хоккей как ты говоришь что не грубо но жесткий сегодня 5-4 счета удаление еще не было лисюк нарушение в нашу пользу есть момент перевести поближе к воротам план виталий не торопишь шнайдер со своим пушечным ударом решил драничникова это правильничка все конечно понятно дал бы мяч в борьбу на весе какой прострел там просморгонский не трогай но сегодня просто все выше всяких похвал и касаткин хотел выбить на угловой но не удалось тут и убрали нету все-таки задел до луна вот вот убегать и беру слов помощь в помощь надо ну не разобрался слева игрок был селеверский не ожидал что ему пазл минуту берут красноярскому сломанная клюшка была первых у игрока а удаление пока что молчат или удаление на что правило хоккей с мячом если клюшка сломалась сломанная клюшка за на осмотрение судьи 10 минутное удаление хотя были прецеденты когда судьи разбирались грамотно и засломанную клюшку нет не удаляй 35 номер ивану дмитрий удален селеверский у нас и первое удаление второе удаление надо пенальти в наши ворота еще были все закончилось драничников и задел в красноярский хоккеист в конце спас чингис мяч остался у них что ли у красноярцев он выбивал сергей ломанов за мячом сам сбегал принес уронил все борты торгонский навес лопатин козулин получает травму роман козулин там борьбе кучей кто-то досталось нашему хоккеисту сейчас ему будет оказана психологическая помощь от партнеров и роман продолжит матч потому что это тоже очень мужественный хоккеист соловьев длинную передачу сделал в центре ломанов я хорошо отрабатывает его будет успел отдать пас торгонский площадь проще вот вот выход помочь надо просто помочь чингис вы отлично лисюк да какой был второй игрок еще в небо был говорит скорее всего да хороший был момент на выход но козулин а куда ты торопишься робился роман да уже понятно да вы заканчивая на усталости игрок может со стороны легко смотри можно сказать что легко все это смотрится он из последних сил у нас еще добавлено компенсировано еще время еще три минуты где-то играть еще не объявлял судья информатор анатолий кабанов последней минуте но остается меньше и меньше и меньше времени поэтому уже навязать борьбу удаление удаляется козулин такие советы нельзя давать ну конечно ты из прошлых игр из выводов сейчас если будут нарушения все до радиуса надо делать нарушение не запускай нам это можем давать нас не слышат команду соперника в радиус нельзя запускать поэтому если после минуты пошли для нас это самые трудные моменты сейчас для нашей нарушения наш найди молодец хорошо виталий зацепился хорошую свечу такую сделать чтобы нападающие зацепились за борьбу на серьезке не прочитал чтобы не сбавил скорость может быть болельщики уже подсказывают нашим игрокам что минуту осталось где-то примерно последняя минута хандамаев здорово козулин главное не торопиться обыграть просто роман козулин обрезным пасом тингис хандамаев бей хороший был момент могли закончить игру предлагает отапин себя лопатин открывается там рядом с ним касаткин не знают опять же лопатин там борьба идет в игроков отбиваются угловой удар заработали угловой но там сутолока такая была там уже попадая вполне возможно будет два удара на еще не объявляли минуты не слышит объявлял хотя что-то там был объявлял здесь просто плохо слышно да ребята нужно выдержать этот момент судья показывает ничего не показывал ничего и последнюю минуту объявлял на елки-палки сколько шел ударов на себя принял касаткин соловьев а то пиа мячу отапина бросай там уже соловьев открывается зелеверсткин доходит до лицевой линии удаление удаление где было нарушение в метре от метре от радиуса да вот это удаление сейчас пока будет удаляться должно время завершиться уже по нашим подсчетам то уже круг прошел я думаю что это победа долгожданная можно много говорить о нашей команде но без воли и их нельзя упрекнуть и сегодня это еще очередной раз было доказано в матче с красноярским енисеем с великим красноярским енисеем два удара один удар один очень нужна эта победа для бакана и она добыта все победа всех с победой а кто не верил кто не верил я сказал я игра началась да здорово красивый красивый хоккей ну и победа не нам вообще не помешало поздравляем 4 поздравляем с хорошим мало кто верил в абаканский клуб но наши хоккеисты до праздника и городу болельщикам руководству команды поздравляем команду поздравляем болельщиков болельщики не уходят развиваются флаги победа добыта честным честной борьбе красноярс какой-то собрал собрание там на очереди кемерский кузбасс поздравляем до сергея ломанова с двухтысячным голом и ждем в гости кузбасс а почему нет праздник 23 февраля всех болельщиков приглашаем на трибуны мы такие с тобой оптимисты стали после этой победы и в том матче еще раз сработало правило которое мы с анзором собаном заметили после второго третьего тура да когда мы забиваем больше четырех мячей тогда команда наша не проигрывает всех с победой до новых встреч репортаж великий терентьев до свидания всем и дмитрий кремзуков до новых встреч репортаж великий терентьев до новых встреч репортаж великий терентьев до ночи